Ради чего вообще стоит жить в России? Это бесконечная душевность. Это значит, вы видите, власть, упадок, беднота. Чем ты меня хочешь подцепить здесь? Ну вот вам можно всех обсирать, унижать. Если я мутишь, то мути тихо. Менталитет, менталитет, менталитет. Всем привет, друзья, меня зовут Ярослав Бабушкин, и это новый сезон Респиратора Бабушкина. И у нас по традиции герои разных поколений. Дизайнер Артемий Лебедев. Мое почтение, барин, и с другой стороны, молодой ютубер, креативный директор Никита Лол. Никита, привет. Креативный продюсер. Ну и директора тоже. Директора, в общем, не важно, да? Да, да. Мы здесь будем говорить про новости, потому что вы оба делаете новостные обзоры в своих блогах. Погнали. Для начала хотел спросить, как дела вообще, Артемий? Как вам живется сегодня? Я когда готовился к эфиру, спрашивал разных своих товарищей, коллег, как вам Артемий Лебедев? Все говорят, клевый чел, но что-то много лижет власти. Вот вам такой упрек поступает, я уверен, постоянно. Как вы на него реагируете? Что можете сказать в ответ? Никак, мне просто... И я об этом не стесняюсь говорить. Ну, то есть, можно ли сказать, что вы провластный? Нет. Вы не провластный? Совершенно точно нет. Никит, что ты думаешь? Ты следишь за творчеством Артемия? Ну, Артемия Лебедева лично только сейчас познакомились. О, так я наслышан, навиден. Почитал Википедию сегодня ночью, изучил. То есть, ты не знал, кто это такой человек? Ну, я знал, да. Я за Ютубом следил, как он только развивался. Новостная рубрика, travel, вот эти все движухи. Всякие инфоповоды, да, из последних, которые были как раз-таки с поправками. Вот эта вот движуха обсуждала. Это год назад уже было. Ну, год назад, но все равно это из такого... Меня забыли уже, кто... Забыли, но я имею в виду, из таких самых ярких и обсуждаемых было. Но потом Артемий извинился. Извинился разу, по-моему, нет. На интервью вы сказали, что... Нет, 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 я не извинялся. А, нет, нет, не извинялся, а сказал, что не стоит голосовать, по-моему. Что-то такое было. Нет, про голосование вы не вообще п***, потому что я не хожу ни на какие выборы, мне в принципе насрать. Ко мне. Просто никогда не ходил и не пойду. А я сказал, что некрасиво просто вставлять персональные пункты в поправки. То есть там было сколько? Сто поправок, и вот из них одна мне не нравится. Про Путина, который... Которое, собственно, самое главное, да. То, что он может вечно теперь быть царем. Да, это я считаю, что некрасиво надо было придумать другой способ. Я не против, чтобы он... Но вы за это в любом случае. Я за то, чтобы он был вечно до конца жизни, и еще пять пожизненных сроков, чтобы он сидел. Сейчас как раз биохакеры постараются, это вполне возможно. Да, я только за. Вы смотрели мультик «Черепашки-ниндзя»? Конечно. Где там была такая голова в банке, которая правила бесконечно. Помните? Голова профессора Доволя. Вот это хорошее дизайнерское решение, как вы думаете? Отлично. Если это будет глава Путина, если можно такие слова произносить вслух, то пусть она из банки всем руководит. Почему вы начинаете свои новости с такого стиля, типа, главная новость прошедшей недели в том, что я хорошенько проперделся? В какой вот в этом смысл? Что вы вкладываете? То, что на самом деле все не важно, в этом есть какая-то аллюзия? Или это просто троллик? Я счастлив, что наконец-то нашелся человек, который умеет считывать иронию. Я поздравляю вас. Спасибо. Пожалуйста. Я считаю, что, конечно, самое важное, что я пернул, а все остальное довеском идет просто в течение часа. Вот сейчас очень многие люди, там, например, наш продюсер Сергей Шнуров отказался вообще от интернета, он ходит с кнопочным телефоном и всячески этим бравирует, что он цифровой монарх. Да он не умеет просто. Не умеет? Да, конечно. Просто старые деды себя вот в ноги прикрывают, типа, ой, я такой весь вообще. Не, ну у него же был блог популярный в инстаграме, он его потер. Он... А вот ты думаешь, он его сам вел? Нет, наверное... Столько сценарщиков существует... Сергей, прости, я специально ради передачи. Конечно, нет никакой ценности в том, что ты будешь цифровым лудитом, откажешься от экрана, отлипнешь от ленты и такой, я весь в кнопке. Ну вот Дуров, Дуров, наш интернет-тотем. Недавно у него был пост о том, что это все липкий мусор. А сам он главный поставщик этого липкого мусора. Да? Да, телеграмм. Кто не сидит два часа в день в телеге? Он же не лодератор телеграмма, он же там это... Он его сделал, если бы он был хороший, праведный и соответствовал. Своим словам, он бы просто стер программу телеграмма, сказал, все, проект закрыт. Типа, отлипайте. Вот когда он это сделает, тогда я его словам поверю. А до этого он ***. То есть пока что Дуров ***, и он несет... Он молодец, он делает самую офигенную вообще на свете программу телеграммы. Это самый гениальный продукт просто. Я перешел на чат, я чатами не пользовался сознательно всю свою жизнь. Я теперь главный пользователь телеграммы. Я без него жить не могу. И сейчас мне Дуров расскажет, что я зря залипаю в это дело. А какое у вас, кстати, к нему отношение? Вот и вас, и его называют, там, интернет нашими героями, там, отцами интернета. Какое у вас к нему отношение? Вот то, что он себе такой образ выстроил, вот этого нео... Ну, это ***, все полное, конечно, абсолютно. Но я к любому человеку отношусь в его многогранной и парадоксальной сложности. Не бывает людей, которые вот как просто пиар-проект шпала такие. Вот они так, как написано в ТЗ, там, три пункта, и все. Любой человек сложный. У любого человека есть куча тараканов, проблем, противоречий. И он может с утра быть полным кретином, а с вечера гением, который спас человечество. Это один и тот же человек. Вот у Дурова огромное количество, он как и неянь, сплетенный из какой-то *** и гениальных совершенно вещей. Поэтому я иногда его ***, а иногда я его боготворю. Какое у тебя мнение по поводу Дурова, Никит? Сверхчай, как люди из Казахстана. Вот, то есть ты убежден, что он такой рыцарь на белом коне? Да не то, чтобы рыцарь, просто человек. Уболвался с США, с Россией, и там имеется точка зрения. Нет, нет, я мало что про него знаю, вот про его биографию. Это самое то, что нужно. Я не читал там книги и так далее, поэтому не особо осведомлен о нем. Вот, просто знаю, да, вот касаемо продуктов, которые он с командой делал, да, вот начиная там со ВКонтакте, потом Телеграм, все события, которые были. Он такой, как философ больше для меня. То есть человек, который как бы все сделал, у него есть деньги, и он делает, что хочет. Он как Стив Джобсон из России. Ну, тебе не кажется, что он вот норовоучениями занимается? Как нам жить, как нам себя вести, что нам читать? Ну, а почему нет? То есть это может делать абсолютно каждый человек, и у каждого есть тот же профиль в Инстаграме, и все также являются теми же блогерами, когда постим тот же контент в сториз, посты и прочее. Ну, такая назидательность, назидательность, как правильно, как неправильно. Ну, и что? Не бойтесь интернетом, не смотрите Netflix, не используйте что-то. Нет, да какая разница? Каждый человек принимает для себя свое какое-то решение, то есть что ему принимать внутрь, а что высирать. Вот и все. А вы знакомы, кстати, с Павлом, Артемий? Мы встречались. И как вам он? То есть вот такой же, как в интернете? Прекрасно. Назидательный, нео? Не-не-не, он гораздо спокойнее в жизни. Правда, он веган, но во всем остальном нормально. А это минус? Ну, это всегда немножко, знаешь, странно, когда человек не просто вот сам заказал себе то, что ему хочется, а когда он как бы чуть-чуть еще на тебя это проецирует. А, то есть он такой подчеркнутый веган. Да, да. То есть он пытался вас в свою идеологию как-то внедрить. Да, он как бы не мог меня заставить не есть стейк, но было видно, что ему было бы проще, если бы я тоже поел салатик. А он небольшого же роста, да, Дуров? Ну, нормального. Не знаю, я его видел один раз в ночном клубе, но он там не пил, он просто там со своими дементрами проникал в какие-то переговорные. Но это было в Питере. Такой к вам вопрос от наших подписчиц, Артемий. После интервью Собчак многие писали о том, что Ксения в вас влюбилась. Было ли какое-то продолжение? Она же не вчера в меня влюбилась. А, то есть это давняя какая-то история. У вас потом как-то отношения развивались после этой беседы? Так мы 10 лет уже знакомы. Я и на... Еще когда на серебряном дожде, радио, еще это было не телевидение, я уже к ней в гости ходил туда. И у вас какая-то флирт между собой? У нас всегда вот эта вот искра взаимопонимания была. Потому что на самом деле между нами очень много общего. Например? Ну, в принципе, как мы себя ведем и как мы используем энергию вообще общества для того, чтобы лазерный луч в этом месте появился и выжег то, что нам надо выжечь. Я думаю, что у нас очень схожие подходы. А вам не кажется, что вы, Ксения, там другие популярные наши такие, скажем, инфлюенсеры, которые умеют свободно и ярко говорить, они нужны показательно. Вот как радио «Эхо Москвы». То, что многие называют, что «Эхо Москвы» – это витрина свободы слова. Я не являюсь чем-то... То, что вам можно там всех обсирать, унижать. На самом деле, потому что можно кому угодно. Надо просто чуть-чуть это право завоевать. Потому что если ты просто выйдешь с мороза и скажешь «Вы все пи***и», то тебе просто дадут «пи***» и все. Ну, типа «пи***и». А если ты шел много лет, сделал много хороших дел, у тебя есть целая предыстория, у тебя есть послужной список, ты там отличился, тут отличился, здесь помог, здесь тебе спасибо сказали. А потом у тебя еще есть точка зрения, которую ты начинаешь транслировать, совершенно другое отношение. То есть потом у тебя появляется право посылать всех на «пи***и», например. Ну, оно у меня было всегда, но надо завоевать право. Это право, собственно, исповедовать и использовать в жизни. Никит, ты завоевал уже как по-твоему? Ну, в какой-то степени да, для кого-то. Ты же попадался с «Сын с самкой» на 6 миллионов просмотров, твое разоблачение Даши. Ну, их там трилогия целых, этого кина моего, поэтому... Вы смотрели «Аптемий», кстати? Нет. Там Никита снял трилогию про то, как «Сын с самкой» манывает людей. Да, да, да. Было что-то после? Было что-то после? Вот тебе прилетело за это фанаты Даши с зеленкой? Да, я много денег заработал потом. Много денег заработал? Да ладно, хорошо, расскажи об этом. Ну, это же такой трамплин был. То есть, это ни для кого не секрет, что это была такая, как самореклама, да, где я рассказывал свой опыт работы в плане продюсирования, и потом уже прилетали, ну, как заказы на почту. То есть, это совершенно обыденная схема работы роликов и таких ситуаций, да. То есть, да, была проблема, да, я в первую очередь, опять же, там, старался до людей, ну, как, донести, что «Ребята, вы посмотрите, вот он человек, где вот столько говна, вот мне сделал, вот он, я простой работяга». Да, так и было, то есть, это реально стояло на первом плане. То, что произошло, ну, как, вторые остальные пункты, это уже, ну, видимо, плюсы, которые, возможно, я заслужил, возможно, нет. Нет, не знаю, может, мне это богом дано. А твои искренние отношения, вот ты ее там осуждаешь по поводу морали. Где я ее осуждаю? В ролике, да, о том, что она там педает людей, о том, что она там такая. Ну, потому что люди-идиоты, понимаешь, они, как типичное стадо, которые сначала соглашаются с твоим мнением, да, писав там в комментариях, или даже людей, которых я там встречаю, и они там начинают тебе в глаза смотреть, в рот заглядывать, говорить, что «Да, ты прав, Никита, мы за тебя, мы с тобой», там, все это. А потом там выходят новые, там, ну, условно, ее треки в ТикТоке, и они бегут, снимают, потому что это, возможно, поможет в реках, там, поднять аудиторию и просмотры. И мне с этого смешно. То есть мне глубоко насрать, и я понял, что на самом деле для людей, у которых, ну, есть мозг, да, а не дыра в голове, для таких можно… А таких много, кстати, у людей, вот, в процентном соотношении, как тебе кажется? Я не могу так сказать, что там, ну, где-то миллионы, где-то меньше, понимаешь? То есть я не веду такую статистику и аналитику, да, чтобы, как в Рамблере, какому-нибудь, да, вот это вот все вот приводить, как тот же Форумс, да, там, раз, кто сколько заработал. По общим ощущениям. Ну, кто посмотрел и по комментариям, то есть по соотношению тех же лайков и дизлайков можно понять, и просто по комментариям, да, то есть ты читаешь, и если комментарии в топе, которые не согласны с твоим мнением, ну, ты понимаешь, что ты нормальный, здравый, адекватнейший человек, да, то, ну, тут нужно делать выводы, вот. Артем, и вы что думаете вот по поводу того, чтобы снять ролик, обличить человека, сделать разоблачение, но только для того, чтобы стать популярным, накинуть говно на вентилятор? Это ваша стратегия? Это стратегия Навального, она не моя. Стратегия Навального? Он только этим занимается. И поэтому мне смешно. Я бы так не стал делать, это не очень мне свойственно, я не люблю разоблачать, ну, так вот, как взять на кого-то просто напасть, мне это неинтересно. Я могу напасть на некое общественное явление, которое, особенно если я считаю его опасным, если люди *** и начинают думать про изменение климата, и под этим соусом меня начинают нагибать. Я сопротивляюсь, ну, то есть это массовый идиотизм абсолютно, поэтому я всегда буду выступать против. А вот так, чтобы конкретно с кем-то воевать, это, во-первых, не очень продуктивно, во-вторых, ну, мы на том же Навальном, мы видим, чем это заканчивается. Если ты ***, ну, вот такая у тебя будет судьба. Артемий, вот вы как потомок Толстого, опишите то, что сейчас происходит в России. Тупик, застой, может быть, рассвет, наоборот, может быть, все нормально, может быть, хтонь окутывает. А можно я не как потомок чей-либо, а как я сам? Да, и как большой русский философ. Как большой крупный русский философ. Артемий, да, начало 21 века. В России, безусловно, ренессанс. И сейчас можно прямо взять записную книжечку и прямо записать слова. А сейчас самое *** время за всю историю России когда-либо. Может быть, чуть-чуть было... Но за это заплатили Артемий? Чуть, может быть, было похоже лет 5 в начале 20 века, вот в 1910-х годах, когда был, собственно, ренессанс, когда был модерн, когда была построена там улица Мясницкая, когда вот реально были прям... До ***, да? До революции. Там потом началась гражданская война, и, собственно, уже с 14-го года уже жопой повеяло. И война – это всегда тот момент, когда ты можешь взять и посмотреть назад и сказать, было же ***, вот зачем надо было это все испортить. И сейчас в России вот больше всего я боюсь, что случится какая-нибудь *** или война. Вот как это было в Донецке, например. Там тоже люди жили, им в голову не могло прийти, что в принципе, да, они сидят в середине континента среди своих, там не может быть войны. И вдруг она прямо к ним пришла. И они, конечно, очень все вспомнили, что вчера-то было не так плохо, как мы тут жаловались. Ну а то, что там и рост дохода населения у нас 2009 года у нас не растут реальные доходы населения. А можно вопрос? Вот есть ли здесь в зале, может, человек или у вас, может, вы сейчас получаете меньше, чем в 2009 году? Ну я-то нет, я в школу вообще ходил, я не зарабатывал деньги. Так, а кого мы берем тогда? Кто меньше получает? Ну это статистика. Я точно не меньше получаю. Это полная *** абсолютно. Нет, это полная греха. То есть, по-вашему, люди в России богатеют, у нас появляются крупные эти компании. Возьми, я любой человек, который не ходил. Мы развиваемся, делаем ровную спасти. Я не ходил в 2009 школу, если, в принципе, застал начало 90-х. По сравнению с этим, ну хуже быть не может. Я родился в Советском Союзе, где вообще была просто безнадежная жопа. И как-то вырос. То есть, руки, ноги на месте, глаза моргают, все хорошо. Я ходил в советскую школу, стоял в советских очередях. В магазинах *** не было. Прям совсем ***. Там лежал один сорт колбасы. В других магазинах два. Сейчас, да, такой изобилие вообще продукта. Сейчас есть все, о чем люди мечтали. В Советский Союзе развалился, потому что не было товаров. Люди стояли три часа в очереди за банкой *** индийского растворимого кофе. Неважно, какая погода. Мороз, стужа, дождь. Берешь очередь, надо встать, потом спрашиваешь, зачем. Так было в моем детстве. Когда мне кто-то сейчас говорит, что мы стали жить хуже, мне хочется просто *** глаз ему выткнуть. Не, ну Москва-то очевидно очень классно живет. А в каком месте? Я проехал по сличию, опять же, наверное, вряд ли вы сравнитесь со мной по опыту путешествия. Я был во всех регионах Российской Федерации. Во всех 89. И примерно в 300 российских городах. Я знаю, что в России очень хорошо. Наверное, всегда можно найти какую-то безнадежную жопу, какое-то село, город, ладейное поле. Там, в общем, непонятно, зачем жить. Вы были в городе Волгоград? Конечно. Вот мой родной город. Там абсолютно сейчас упадок, беднота. То есть люди получают по 20-30 тысяч. Это очень все печально выглядит, если сравнить с Москвой. Бывают города, которые надо стрезво смотреть на мир. Бывают города, которые умирают. Бывают города, у которых есть разные фазы. Иногда у них был рост, и они цели. Иногда они идут на спад. В этот момент надо собрать чемодан, приехать в соседний город, где все хорошо. Это не страшно. Нет никакого, никто никогда в жизни не давал гарантии, что если ты решил поселиться в этой жопе до конца жизни, что все должны в этой жопе тебе строить большой театр, давать тебе денег, работу интересную, чтобы Google там офис открыл. Так не будет. Надо смотреть на мир реалистично. Езжай туда, где хорошо. Никита, а как ты считаешь, сейчас отличное время для твоих ровесников, условно говоря, кто не занимается блогингом, кто не занимается тиктоком, кто там собирается просто пойти на работу в офис? Почему ты не пошел по этому пути? Сейчас проблема такая, что мало кто собирается вообще в офис идти. Все хотят блогерами и тиктокерами, к сожалению, стать. Но все равно есть тот пласт аудитории, которые инфраструктуру собираются поднимать и так далее. Но касаемо вашей темы, то, что вы сейчас обсуждали, регионов, опять же, мое субъективно необразованное мнение. Да, конечно, я был в Пскове, Переславль-Залевске. А какая это самая жопа из всех жоп? Я даже не могу сказать. Но Псков вполне себе жопа. Потому что везде хорошо. Псков не жопа. Там единственное, да, продукты, может, подешевле, где-то даже дороже стоят. То есть не было такого. И плюс, я на тот момент с родителями жил. То есть я не могу сказать, что это как-то меня коснулось. И я смотрел именно в эту точку зрения, что типа вот, тут так плохо. Туалеты, ну, на улице типа бывают. Ну, отлично. Ну, и что, нормально. Да, все круто. Вот как вот туалеты на улице? Понимаешь, проблема в том, что... Я скажу, что и в Великобритании, и в США тоже много туалетов на улице. Это не потому, что люди так плохо живут, что у них нет возможности построить туалет дома, они не хотят. А это так же как... Это проблема в людях. Вот есть такая старая загадка русская. Мужик бросит, а барин с собой носит. Ответ сопля. Потому что у барина платочек, он сморкнулся и в карман положил. А для мужика это безумие. Типа, как ты соплю в карман себе засунул? Сморкнулся и дальше пошел. Человеку свойственно избавляться от продуктов производства тела. Поэтому любой нормальный мужик в деревне, он ходит в свой сортир на участке не потому, что это, типа, жизнь дно, а потому, что он говно не держит у себя в доме. Он не хочет его. А там для него это совершенно естественно отошел. Ничего страшного. Там никто не умер. У него, типа, дырка, ну и что? Там компост. Лучше укроп за туалетом растет. Никто не переживает. В Америке тоже можно просто поискать бесконечное количество дачных вот таких вот туалетов. У людей... Ну, не в Нью-Йорке, конечно, но ты отъезжаешь, совершенно спокойное явление. Никого не смущает. У любого фермера будет сортир вот так. А вы верите, что вот существует менталитет какой-то? Конечно. Что особый русский вот менталитет? Конечно. Конечно. Вот как вот прокомментируете ситуацию вот у моих друзей? Они занимаются строительным бизнесом и сельским хозяйством. Они дали предоплату своим сотрудникам на две недели вперед. На следующий день 90% не вышло на работу, все забухали. И просто забили на свое дело. Менталитет. Кстати, я вот про туалет не могу не отпускать на эту тему. Я просто люблю очень это дело. Вот такой вопрос. Допустим, мы считаем, вот у нас национальная программа сортир 2025. К 2025 году в России не должно остаться ни одного туалета на улице. Вот мы приходим к людям, да, и мы начинаем им причинять добро. Мы говорим, бабуля, больше на улицу не ходишь. Мы тебе ставим, что там, кабинку, шлюз. Японский туалет, который разговаривает. С червями, которые жрут твои какашки. Вот тебе в синях прямо ставим. На YouTube хочется снять, да, такой ролик сразу? Ну, нет. И самое главное, почему те люди, у которых сортир на улице, в какой момент государство должно к ним прийти и сказать, что сейчас мы вам, типа, делаем ремонт. Так это бывает? Тебе не нравится сортир на улице? Ну, построи себя сам в доме. А что такого? Денег нет. А откуда они должны взяться? Вот изначально, вот мы уберем, первый мамонт ушел из Московской области, пришли какие-то протославяне, пришли какие-то скандинавы, вот начали ***, вот как бы начала Россия появляться. В какой момент государство должно построить те сортиры в доме? Когда, вот у меня есть дома сортир, я его сам себе построил. А почему у кого-то нет в деревне? Это личный выбор человека. Прибедняются люди? Сто процентов. Это вообще наша национальная черта прибеднения. А еще какие есть национальные черты? Лень, жадность. Злость. Злость? Конечно, агрессия. То есть, когда люди даже не любят, когда есть успех у другого человека. То есть, они кусают локоть, что, ну вот почему у него получается, а у меня нет. Потому что люди ленятся, знаете, пойти. На самом деле, там немножко другое происходит. Это так проявляется, но в основе лежит то, что каждый человек, защищая свое прибеднение, он возмущен, когда кто-то нарушает эти правила и показывает, что у него что-то есть. Да, это тоже. Это вот такое, хотя всегда и понятно, что есть демонстративное потребление, тоже часть нашего менталитета. В отличие, например, от арабского мира, где что миллиардер, что продавец шаурмы, они одеты, ты их не отличишь на вид. У них просто абсолютно одинаковый белый балахон и платок, и все. Они одинаковые. У них разница у одного миллиард в банке, а у другого два доллара. Но при этом на вид они совершенно одинаковые. А у нас, если у тебя есть какие-то деньги, ты должен как бы вот прям сочиться всем. Это должна быть золотая карета, у тебя должен быть терем с петушками расписной. Ты должен там перекрыть движение по баре на еле. Мне кажется, это меняется постепенно. Не так сильно. Не так сильно, как хотелось бы. А в чем причина вот этих особенностей национального менталитета? Вы ни одной хорошей черты не назвали? Злость, лень? Нет, есть доброта, есть пласт людей. То есть, ну, я так грубо назвал пласт людей. Фокус-группа, назовем так. Что, конечно, мы все разные и уникальные. И, безусловно, есть и добрейшие люди, которые могут протянуть руку помощи. И богатые, и бедные, к сожалению. Просто, сейчас, секунду. Проблема, вот опять же, людей, да, которые там чего-то, кого-то не любят или там пытаются что-то условно, ну, поменять, да, опять же, это мое субъективное мнение, если я не прав, поправьте. Что мы, как люди, приспосабливаемся к этому моменту выживания. И когда мы приспосабливаемся, что, ну, так вроде хорошо, мне это, и нормально. То есть, и поэтому так все и происходит. Блин, кто в России выживает? Выживают только те, кому не повезло, кто взял айфон в кредит. Все, в казино, в онлайне, и такой ходят, жалуются, что он выживает. Надо просто было заранее думать. Все остальные нормально живут. А по поводу хороших черт, безусловно, у нас самое, ради чего вообще стоит жить в России, это бесконечная душевность. Я ни в одной другой стране жить бы не смог. И, собственно, я сбежал из Америки. Еще когда был Советский Союз, я единственный такой человек. Тогда это было не модно. Это сейчас звучит, как будто я лежу в власть. Я уехал в 1991 году из США в СССР, он еще тогда назывался СССР. Перспектив не было, ни один нормальный человек не ехал в сторону Советского Союза, и я был в самолете в пустом, потому что в эту сторону никто не летел. Все собирались с чемодана и туда, потому что, а вдруг в Гугле мне дадут работу, и ты будешь сидеть в какой-то дачной перде, где вообще ничего нет, только на машине и ездить в свой молл. Ты управляешь в Силиконовую долину или... Да, это вообще ***, это самое *** место на свете. Хорош, но многие говорят, что просто ***, это ***, там Джефф Безос тестирует свои дроны, ты это все видишь, прогресс, офигенные дороги, Теслы, Теслы тебя починят быстро, все клево, они гораздо лучше там по МКАДу в пробке стоять. И ехать в госкорпорацию какую-нибудь. Не дай бог вообще, просто. Трэш? Лучше, чем в центре Москвы, вообще нет сейчас места на земле. А любимое место в центре Москвы? Они перемещаются, потому что иногда некоторые места становятся настолько популярными, что... Вот Патриги, что с ними ***? Я сегодня там был, просто как будто Новый год. Светский московский разговор. Просто вообще, там просто идет толпа, как на парке культуры в пять вечера, просто реально плотная толпа народу. Как будто зубную пасту из тюбика выдавливают, просто не можешь пройти. Никита, у тебя многие ровесники хотят свалить из России? Многие ли уехали? У меня знакомый только, вот уехал друг мой из России из-за того, что его притесняли здесь. Ну вот он на больнице. Ты про ЛГБТшника, наверное, у которого ты брал интервью? Про Андрея Петрова, да. Да. Ну вот. Ему здесь не дают спокойно жить, правильно? У него угрозы какие-то в его счет были или что? Ну, у него много угроз. Поступает как и физической расправой со стороны недоброжелателей и так же со стороны государства. Вот и все. Это смешно просто. Ну вы знаете Андрея Петрова, у которого такие ногти нарощены, очень яркая такая внешность? Ну да. Ну вот, уехал. Ну хорошо, он просто заработал эпатажем. Хотелось ему уехать, хотелось себе придумать эту... Вы же так обычно сделали, да? Когда вы уезжали из России там на несколько дней. Ну, я постебал либералов с их вот этим пафосом о том, как здесь плохо и невозможно. И типа все, жизнь закончилась. Потому что это настолько мне смешно. Если ты хоть что-то умеешь делать в этой стране, ты вообще никогда не пропадешь. Ты будешь всегда занят, всегда трудоустроен, всегда с заказами. Просто до бесконечности. И даже если ты инвалид без рук без ног сидишь в жопе, у тебя есть интернет, по счастью. Вот его не было 15 лет назад. В таком виде, как сейчас. Сейчас все, что хочешь, ты можешь делать. Везде все работает. Открыл камеру, наговорил туда лекцию и продал ее. Вот до этого тебе никто не нужен точно. Никакой Путин здесь тебе не мешал. А то, что говорят, что у нас суды не работают, то, что у нас правовой системы... Подожди, но они же для кого-то работают. Ну, номинально они работают там. Значит, кто-то ими пользуется? Многие там расценивают это как надо. Ну, работают как заведение, они-то работают. Все, кто проиграл в суде, считают, что суды несправедливы. Понимаешь? Кто-то же там выиграл. Ну, многие же предприниматели у нас регистрируют свои компании где-нибудь за рубежом и специально там судятся в английской юрисдикции или в американской, потому что там, грубо говоря, не случится сфабрикованного дела какого-нибудь... Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом? А в чем вопрос там? Кто больше заплатит адвокату, а у нас кто больше даст взятки судьи? Кто больше заплатит? Правильно? Ну, нет, это не так просто работает, конечно. Ну, может быть, конечно, касса разная, но, конечно, если у тебя больше влияния, ты всегда имеешь преимущество, да. Поэтому вопрос в том, как это влияние за жизнь заработать. А влияние может на чем угодно строиться, на том, что ты умеешь с людьми общаться, ты таким образом зарабатываешь влияние. Это конкретно майнинг вот этой самой главной валюты. По-твоему, у нас все отлично, если ты попал в какую-то неудобную ситуацию? Судопроизводство? Да, да, да. Ну, я думаю, самое важное, чтобы не доходило никогда до этого, если мутишь, то мути тихо. Вот и все, и тогда никаких проблем ни с кем не будет. А если какие-то проблемы возникают, значит, либо ты где-то виноват, либо кому-то дорогу перешел. Кому такие проблемы нужны? Ну, по факту. Золотые слова. Ну, какие-то вы не буйные, честно говоря. А мне очень нравится. Вы как будто конформисты. Вот нету этого рок-н-ролла какого-то. Я конформист. И все? А что еще надо? Лоялист. Лоялист. Ну, это значит, лежите власти. Почему? Нет, я просто терплю это. Ну, да. Самое главное, что я не считаю, что... А до каких пор терпеть, как Жириновский? Я считаю, что это супер-мега-гнусная, провокационная ***, которую люди пытаются меня развести и говорить, что, типа, я почему-то должен выйти и возмутиться. Власть, ее вообще нет в моей жизни. Просто, это какие-то люди, которые... Они же вам как, госзаказы, они есть в вашей жизни. На кошелек вам приходят деньги. Нет, смотрите, госзаказы, безусловно, существуют. Я их очень люблю и с каждым годом все больше люблю. Потому что есть вещи, которые... Допустим, я хочу работать с метро. Вот я нарисовал схему для московского метро. Как мне ее сделать? Это государство. Метро не может быть частным. Значит, что я должен? Сделку с дьяволом заключить? Сказать, я, все, прости меня, религия, сдаю крест, иду продавать схему метро в метро. Спускаюсь в подземелье к дьяволу лично, и там, значит, продаю душу, подписываю контракт, что все, лежу Путину. Потому что моя схема висит в каждом вагоне, да? Так вот это работает. Вы можете сделать частное метро и оттуда мне заказ присылать. Пожалуйста, когда построите, позовите. А пока я буду работать с тем, что есть. Есть дороги, это государство, железные дороги государства. Куча вещей, которые невозможны без государства. У нас почему-то, к слову, государство столько претензий, как будто это не мы сами. Государство – это я. Я сам для себя работаю. Я хочу, чтобы моя жизнь была лучше. Я хочу, чтобы я, когда умер, я умер в стране более хорошей, чем той, в которой я родился. Все, очень простая цель. Я делаю для этого все. Касаемо госконтрактов. Ну, касаемо вот то, что ты часть государства. Ты себя соотносишь с государством вообще? Вот то, что ты и Россия – это что-то неотделимое. Как сказал Артемий. Я совсем недавно только самозанятого сделал в Сбербанке. Но до этого, как бы… Я честно скажу, я до сих пор… Вот мне 23 года. Меня вообще никак не касается тоже вся эта тематика. Мне единственное только, да, там… Могут какие-то проекты прилетать по интеграции или заказные ролики. Я просто там так же там выбираю, что мне там условно по душе и по карману. Вот. А так… Да по барабану. То есть, есть оно так же или нет. Просто… Самое лучшее, наверное, что происходит – это когда я читаю там новости и вижу там по регионам там всякие новостные повестки. Очень много абсурда возникает, что там, когда люди срутся или там в государстве, в политике начинают какие-то там новые законы придумывать, подписывать там, еще что-то. Вот. Но меня это… Адские законы же правильно? Возможно. Я не знаю. Правда. Ты хочешь накинуть, да? Конечно, хочу накинуть. А что это такое? Не знаю. У меня права полушария нет, братан. Поэтому вот… Чем ты меня хочешь подцепить здесь? Ну вот, например, Алишер недавно выпустил ролик Моргенштерн… Я тебе, знаешь, единственное, что могу сказать, извиняюсь, что перебил, что я люблю свою страну, я москвич, вот, и я не уеду из этой страны. Вот, что я могу сказать. То есть, мне здесь хорошо. Окей. Ролик про разбор денег? Ну вот, например, Моргенштерн опубликовал у себя на канале «Разоблачение», и он там рассказывает про то, что вот, я стал благотворителем, он помогает мальчику Илье из небольшого российского города, собирая там космическую сумму 168 миллионов рублей, по-моему, но в этом ролике он объяснил, почему на самом деле это произошло. Вы смотрели, нет? Я только на треть успел. То есть, схема такая, что на самом деле он, конечно, не хотел быть благотворителем сам по себе, но на него завели дело о пропаганде наркотиков, и когда был питерский форум, там выступал Путин, и в это же время был Моргенштерн со своим этим делом. И тогда он бравировал у себя в социальных сетях, что вот, я отделался штрафом 100 тысяч рублей, что вы мне сделаете, у меня столько бабок, я крутой, нагнул систему. Но на самом деле, типа, нифига не так. На самом деле майор уважаемый какой-то попросил Алишера, чтобы поднять его политические очки, помочь вот этому ребенку, потому что это ребенок там сотрудника полиции. И вот, условно говоря, он стал благотворителем, ну, поневоле, скажем так. Слушай, ну это троллинг, это просто, ну, Алишер рекламирует себя, и что тут обсуждать? Ну, просто вот он выбрал вот такой вот способ. Ну, он говорит, что ему это грозило тем, что ему подкинут наркотики, и пазл сложится. Ну, конечно. Алишер дьявол, единая Россия хорошая, его посадят, люди будут только рады. Это не так. Это в России можно очень легко понравиться, если ты прибедняешься, если ты жалуешься, если ты говоришь, смотрите, у сотрудника полиции ребенок умирает, потому что государство бездушное не нашло 168 миллионов на укол один. Да. А за эти деньги можно 160 других детей по миллиону вылечить. Давайте вот про них забудем, потому что есть один вот такой. А это можно так вот считать? Математически? Это жизнь детей? Это, в этом парадоксальность жизни. Нет, нельзя. Сколько стоит жизнь человека? Можно, нужно собирать на ребенка 168 миллионов или нет? Да. И то, что сейчас для людей, у которых больше 5 миллионов, по-моему, в год получают, у них налог НДФЛ не 13, а 15 процентов, эти 2 процента идут как раз в фонд... Волечения... Как раз этих, собственно, орфанных болезней. Как раз вот эта СМА, сосудистая как-то мышечная... Атрофация. Какая-то атрофия, да. Сердечная сосудистая какая-то атрофия, короче. Мышечная. Мышечная, да. Первое слово забыл. Короче, деньги идут вот туда. Государство собирает какие-то там триллионы рублей и платит их, по сути, американской фарме, которая этот укол, собственно, и забрела. И они им... Они скажут, спасибо большое, дорогая Россия, вы тут нагнули всех своих богатых, чтобы мы еще больше денег заработали. Почему эти деньги не потратить, например, на то, чтобы разработать свое российское лекарство от ровно того же самого? Да, пять лет эти дети не получат лечение от государства. Очень грустно. Зато потом все дети будут спасены. А сейчас у нас нет своей медицины, нет своих разработок, мы эти деньги собрали и подарили в Швейцарию и в Америку. Там они говорят, большое спасибо, в общем, прям классно, молодцы, отличная страна. Я говорю скорее не об этом, а о том, что вот если у Алишера есть там пропаганда наркотиков в песнях, то суд должен решать, есть она там или нет. На него по факту не нашли, по-моему, никаких доказательств. Вот, но предложили, предложили по-российски договориться. Понимаешь? То есть это не работа суда, это наши какие-то вот между собойчики, наши понятия. Я в любой вот такой рекламный пиар воспринимаю всегда, ну типа, да, классно, молодец придумал, но не то чтобы близко к сердцу это все брал. То есть вы считаете, что это придуманная история Алишером про то, что на него вышли, чтобы договориться и замять дело? Я просто, просто ловко использовал обстоятельства, которые бывают в жизни для того, чтобы из этого просто сделать, супер хайпануть, сейчас соберет свои 30 миллионов просмотров, все это будут обсуждать. У него концерты запрещают из-за того, что это дело, он зарабатывает бабки с концертов, например. Неважно, он молодец, он правильно использует любые жизненные обстоятельства для того, чтобы просто дальше себя двигать. Так что он точно не пропадет и неважно сейчас можешь с чем угодно к нему прийти, о чем угодно поговорить, он сто процентов придумает, как это вписать в то, чтобы ему же было еще и лучше. Никита, а как ты думаешь, что такая коррупция это хорошо? Вообще коррупция это классная история, потому что в нашей стране многие думают, что это очень удобно. Бытовая коррупция, она же не всегда в каких-то крупных масштабах, дать денег парковщику, еще что-то. Как ты коррупцию оцениваешь? Занять денег, кому-то это всегда хорошо. Не занять денег, дать взятку. Дать взятку? Ну конечно, безусловно, это плохо. Вот. Почему? Потому что это удобно. Потому что ты можешь стоять, охранник тебе не открывает шлагбаум, потому что ты 100 рублей ему не даешь, ну и стоит как *** дальше. А можешь дать 100 рублей и проехать. Что скажешь? Да. Что, ты так сразу переобулся просто в моменте? Да. А у меня что-то мозг, ты меня так перебил, у меня своя мысль была насчет Алишера, вот этой всей истории. Короче, ты согласен с Артемием, что коррупция это хорошо? Да конечно, проще что-то кому-то дать на лапу и пойти дальше, нежели тратить свое драгоценное время. Мне кажется, что пока так происходит, мы не будем развиваться, нет? Ты знаешь, вот каждый раз, когда это не происходит, ты думаешь, да что, что за *** сюда поставили, не могли нормального охранника взять. Но это потому что привычки твои, это обламывает твои привычки, достать кэш, дать на лапу. Нет, это потому что терпеть никто не может вот таких принципиальных ***. Это правда, потому что их мало. Молодой человек, 7 часов, все, шлагбаум закрыт, больше можно, пожалуйста, пожалуйста, вот 500 рублей. Заходите, это хороший человек тебя пустил. А если 7 часов закрыто, все, нельзя, это *** полный. Так думает каждый. Вы оба за коррупцию. Никто не говорит, большое спасибо за вашу честную гражданскую позицию, действительно, в 19.00 учреждение культуры закрыто, вы меня не пустили, спасибо. Вы настоящий борец с коррупцией, я за вас. Я думаю, это надо называть не как коррупция, а дружеский отклик просто. Что? Ну да, то есть ты просишь человека о помощи взамен на какую-то услугу. Подменить понятие, это, конечно, здорово, это как вот с мемой. Это бартер, понимаешь? Когда в митинге делаешь смешные мемы про митинги, и как бы повестка так уходит. Вот не коррупция, а дружеский отклик. Ну смотря какие ситуации. Людям свойственно, почему я люблю Россию и терпеть не могу Запад. Вот в таком смысле, в смысле жить. Потому что на Западе все бездушные сволочи, какие-то терминаторы. Ты там не можешь человеку понравиться, чтобы это тебе дало какое-то преимущество. А здесь, если у тебя хоть минимально какие-то скиллы общения прокачаны, ты просто хотя бы не выглядишь каким-то говнарём. Просто улыбнулся человеку, просто слово доброе сказал. Тебе всегда люди отзывчивые. Сразу вот эта душевность наша русская, это и есть самое большое достижение. А на Западе, где все там зачищено бездушно абсолютно. Все бездушно, столько фильмов хороших существует. Культура, музыка, экономика, куча компании. А потом ты живешь в реальной жизни и понимаешь, что там люди просто бездушные. То есть там есть экономический рост, классные какие-то парки, исторические места. У нас тоже есть классные парки. Но люди бездушные. Люди бездушные, увы. Зато у них экономика растет. А у нас не растет. У нас тоже растет. Но у нас она растет сколько? Полпроцента в год сейчас, по-моему? Наверное, просто вы не знаете, как люди живут, например, просто в Америке. Какая там безработица и какие у них ужасные условия. В Америке 40 миллионов человек получают талоны на еду. 40 миллионов человек. Талоны на еду. А у нас 40 миллионов человек просто их не получают и голодают. В 2021 году. У нас никто не голодает. У нас никто не голодает. Ну, вообще-то сейчас такая ситуация в мире. В принципе, люди умные научились. Сейчас вообще никто не голодает. Нет таких... Это в 80-е годы в Африке какие-то были проблемы. Опять же, там сейчас долго объяснять, почему они были. Они искусственно были созданы. Но сейчас сельское хозяйство вышло на такой феноменальный уровень, что человечество, проблема голода решена. В любых странах. Поэтому не надо тут рассказывать, что в России кто-то голодает. Кто-то, может, меньше черной икры ест? Не каждый день. Да ладно, хватит. Там какая черная икра? Ну нет, там же у нас есть какой-то прожиточный минимум. Сосейски с макарошками всегда будут. Там Путин говорил, что средний класс в России это 17 тысяч рублей люди, которые получают. 200 баксов. А это не важно, сколько это в баксах. В плане это не важно, сколько это в долларах. Важно, как ты живешь. Да, да, да. А если вспомнить начало 90-х, тогда там типа зарплата была 20 долларов. А чего вы вспоминаете начало 90-х? Это сейчас вот 17 тысяч рублей. Потому что это моя молодость, я ее помню хорошо. Нет, это замечательно, что у вас была молодость, но 17 тысяч рублей, это же какой-то средний класс. Хорошо. Давайте будет 117 тысяч рублей. Вот это будет уже другой разговор. Это предметная вещь. Так это вот, давайте, сейчас прилетит фея, и мы тыкву в карету превратим. Ну давайте. Оно так быстро не делает. Можно дворец превратить там в ЖК нового. Такого, ни у кого нет легкого рецепта простого. Нету, да, какого? И совершенно точно нет такой прям системы людей, что давайте жить в бедной стране, давайте у народа будет мало денег. Совершенно точно так никто не думает. Оно просто пока не получается больше, и делается все, что можно, как получается. Но это совершенно точно... И у любого человека есть возможность, естественно, продвинуться вперед. Совершенно не обязательно оставаться на этом уровне. А на выборы почему не ходите? Вот вы сказали, что оба не ходите на выборы. Почему? Ну я ходил один раз, чисто ради посмотреть. В плане ради посмотреть. Это же твое гражданское право. Ты же можешь повлиять на что-то в этой стране. Ты же можешь отдать свой голос за какого-то там... Ну я отдал один раз. Не того хотя бы кандидата, если других нет. Меня это заставляют делать? Нет. Если бы сказали, что нужно, вы обязаны ходить. Я бы такой, ну ладно, так по закону. Я бы ходил как порядочный гражданин. А когда выборы будут, то есть у меня нет времени. Мне работать надо. У тебя нет времени сходить на 10 минут на выборы, поставить галочку? Да. Ну это же полное вранье, понимаешь? Время, деньги. Ну слушай, мы тут час ждали съемки, все было окей. Понимаешь? Что это такое, сходить на выборы 10 минут? Мне очень лень ходить. Я домосед. Электронное голосование сейчас появилось. Мне в PlayStation 5 хочется поиграть. Понимаешь? Меня даже задалблю, когда меня пытаются заставить сходить на выборы. Вот эти смс-ки с Мосру, которая вот эта Собянинская, что приходите, зарегистрируйтесь, пожалуйста. Вот когда вот это вот просят, я не люблю такие подачки. Понимаешь? Мне хочется, чтобы вот я сам вот такой вот, знаешь, вот сел такой когда-нибудь, вот воодушевился, вот как русский дух. И такой, так, ну все. Вот сегодня день настал, когда я должен пойти и сделать что-то вот для своей страны. Я и так для нее делаю, я отдаю те же самые проценты. Я живу, радую жизни для себя, для своей семьи, для своих родственников. Ну, то есть, а вот это право, которое тебе дает государство, на что-то влияет? Ну, я же могу воспользоваться, почему меня должны хаять за то, что голосую я или не голосую? Ну, по факту. Да я тебя не хаю, я просто пытаюсь узнать твою точку зрения. Вот моя точка зрения, что ну да, я там не хожу, когда-то я вот сходил. Может быть, я схожу. Артемий, а у вас такая же причина, что в PlayStation 5 хочется играть? У меня есть право, но нет обязанности ходить на выборы. Поэтому я пользуюсь своим правом не голосовать. Ну, я думаю, за этим, как за шоу-бизнесом, я думаю, вы за этим следите, потому что говорят, что политика это высший слой шоу-бизнеса. Ну, а куда денешься ты, конечно. Почему такие блеклые выборы в этом году? Почему вот, как дизайнер, скажите? Потому что в России нет богатой и разнообразной политической жизни, потому что она мешала. Вы что-то заметили ярко в этой выборной компании? Кому-то хочется, чтобы она была, кому-то похрен. У нас абсолютно безликие люди занимаются какой-то хренью. И очень хорошо, что меня это абсолютно устраивает. Мне совершенно все равно. Потому что если бы там были какие-то великие потрясения и великие какие-то драмы, то мне этот... Я прекрасно могу спокойненько прожить без этого. Абсолютно ничего. Даже рекламы никакой яркой не было. Не скучно? Ну, политической не было, а не политическая есть. Да, обычно бывает хотя бы что-то, но в этот раз просто неизвестные какие-то кандидаты. Скучная реклама. Никому это не заметно. Зато на автобусных остановках реклама Макдональдса с набором Насти Ивлеевой. Вот это классно. Это работает. Ну, вот это яркая реклама. Смотрите ее. Нету своих лидеров мнений просто в политике. Ну, их, может, посадили куда-то? Нет? Как Навального, например? Может быть, да. Да. Но есть там дневник депутата вот на канале. Там интересно наблюдать, когда он там орет на всех. То есть, вот это я понимаю персонаж. Так вот, с таким интересно наблюдать за его контентом и прочее. Если бы он там условно баллотировался куда-нибудь, я бы с удовольствием проголосовал, если бы я был его там подписчиком даже. То есть, нет такого, что люди любят развлечения, зрелища какие-то. И этого нет в политике. Есть единственное… Вообще это должно быть политика. Почему? Почему должно? Какие-то политическая жизнь, какие-то дебаты, споры… Нет, это просто как одно из направлений, механик просто. Давайте теперь сделаем шоу в Центробанке. Давайте у нас будет 20 каких-то инвалидов и фриков соревноваться, у кого больше мнения относительно монетарной политики. Они будут издавать яркие фантики и менять кредитную ставку через день. Центробанк – это не та история. Вот Госдума, скорее. Госдума – это тоже… Там вот только один Зириновский уже 20 лет устраивает. Это старый клоун хрен с ним. Досидит. Уже таких новых ярких не будет. Понятно, что он никому не нужен. И войск у кота полненьше. Очень хорошо. Отлично. Что хорошего, Артемий? То же самое, что и спокойная Центробанк. Вот он работает, делает дело. Зашибись. Хочется повыступать – вот, пожалуйста, шоу на Первом канале в течение дня. Там просто можно все, что угодно говорить. То есть такая блеклая, аморфная политическая жизнь, по вашему мнению, это хорошо? Скучная, профессиональная, да, политическая, да, как угодно можно говорить, государственная жизнь. Просто вот люди занимаются законами, просто смотрят на экономику, смотрят на файлики, обсуждают бюджеты. Это их работа. Все остальное пристегивать к этому шоу-бизнес. Я поддерживаю такую концепцию. У меня это вполне нормально. И везде самое главное, что мы видим, что все люди, которые оппозиционеры, когда они что-то делали, они даже внутри себя не могут сами с собой договориться. Вот когда у них был совет, координационный совет, они в течение года все, что они могли сделать, просто тупо сраться. И в результате ничего не делали, они сами распустились. А как они будут страной тогда управлять? Просто где пример того, как они собрались и показали государству, утерли нос сопливым, кровавым уродам, что вот у этих все через жопу, а у нас у оппозиции, смотрите, как все четко, ясно построили. Я же не топлю за российскую оппозицию. Построили дороги, дома у нас красивые, канализация никогда не протекает, вообще все люди не опаздывают на работу. Вот у нас четко. Берите с нас пример и выбирайте нас. Где это? Есть такая точка зрения, что надо, как при Рюриковичах, привести иностранных менеджеров в страну, чтобы они навели порядок, потому что наш менталитет для этого не годится. Я вот такое много от кого слышал в разных корпорациях. У нас в корпорациях, кстати, довольно много иностранцев, мы не стесняемся их брать, это очень хорошо, есть куча опытных людей, понятно. Их нельзя ставить, наверное, на высокие госдолжности, но как консультанты у нас с иностранцами все нормально. Могло бы быть побольше, но в принципе много иностранцев. Как вы думаете, Россия по этому пути будет? Сможет по нему пойти, по пути влияния иностранного какого-то государства? Россия всегда приглашала иностранцев, начиная с того, что Кремль итальянцы построили. А следующий президент может быть? Что, иностранцем? А вообще? Что может быть? Негром. Следующий президент возможен в России? Он будет. Вы думаете, кто это может быть? Ну, не бывает. Я бы хотел, чтобы это был Собянин. Почему? А потому что он как раз ровно вот настолько нейтральный, насколько должен быть человек. У него какие-то, наверное, есть там свои амбиции, еще что-то. Он же никогда не выходит, ни в каких скандалах не участвует. Никакой у него нет вот этого шоу-бизнеса. Он чисто про дело. И еще видно, что ему даже выступать тяжело. Он пришел, речь прочел и дальше в свой кабинет. Но при этом вот то, во что он превратил в Москву, конечно, это супер. Конечно, это его лучшая предвыборная программа. Ну, это критики такой точки зрения. Они говорят, вы посмотрите на бюджеты Москвы и других регионов. Конечно. Они сначала говорят, вы живете в говне. Окей, мы следующий шаг. Живем не в говне. Да, понятно. На такие деньги любой бы жил не в говне. И все. И дальше... Ты хочешь сказать... Ну, это же правда. На такие деньги любой бы жил не в говне. Что будет дальше? Москва сейчас отстроится. Будет хорошо везде. И в спальных районах будет хорошо. Что делать дальше? Вот эту огромную армию людей, которые научились работать, ее же не уволят. Ее отправят в другие города. И дальше этот десант пойдет сейчас улучшать российские города. Этот процесс... Он сейчас начинается где-то один бульварчик, где-то одну площадь сделали. Но постепенно мы увидим, как начнет все это трансформироваться. Никит, а вы вот следите вообще за политической жизнью с вашими там ровесниками, с кем ты канал делаешь, с блогерами? Это вообще обсуждается как-то среди молодых селебрити? Политику именно? Ну да, да. Какие-то социальные проблемы или это никого не трогает? Ну, с ровесниками, которые там... С кем я учился в институте, со школы, это просто единицы по пальцам пересчитать. В основном это ребята из медийной индустрии. Вот. И из медийки... Единственное, наверное, что только обсуждают, это какие-то интеграции. То есть, ну, именно если государственно, там, с политикой. Потому что у нас категорически там, ну, не приветствуются. И это очень зашкварно, когда ты, ну, действительно там попу государству продаешь. Да, когда там, ну, условно, когда вот как раз таки там... Поправки рекламируешь в конституцию, например. Даже такое, да, то есть бывает. Короче, когда проходили митинги вот у нас в Москве, и у нас были такие рекламные кампании, запросы прилетали блогерам о том, что... Так, нужно срочно выложить там историю в инстаграм о том, что... Как-то вот переводить людей на другие темы. О том, что вот Владимир Владимирович Путин красавчик. Там для школ сделал очень много хорошего. И очень многие ребята, которые там, например, в жизни вот тебе говорят о том, что... Там вообще, да, там против Путина, или там... За Навального. Да, Навальный красавчик, крутые видосы, там еще что-то. Но при этом делают вот такие мувы. Я просто не люблю лицемерных людей. То есть вот я люблю людей, у которых есть свое личное мнение, да, что, ну, там... Есть у него свои принципы, да, которых он придерживается, и он всегда вот на этом вот стоит. Да, бывают люди, которые меняют это со временем, там, потому что в силу своей безграмотности, там, например, я себя таким считаю, да, что я там чего-то не знаю, и я никогда не против научиться чему-то, там, с открытым ртом сказать то, что, ну, да, там, где-то я был неправ, либо у меня был куриный мозг, вот. А когда люди вот так вот тебе открыто заявляют, смотря в глаза, что там, да, да, и это, а потом за спиной начинают п***ть вот нагло. То есть я таких людей вообще не поддерживаю. Конечно, ну, таких, конечно. Ты вот в этой тусовке в процентах скажи, вот, сколько соглашались на рекламу? Я не могу вот это вот посчитать, конечно, потому что есть ребята, и это все годами измеряется, когда тоже вот эти предвыборные кампании происходят, там, перед выборами, еще что-то, когда самое вот громкое было, там, из интеграции, когда ребята-блогеры, там, Хованский, Лиска, ну, и еще несколько ребят, они делали клип, там, в поддержку вот этих выборов, да. А вот сейчас как с Хованским поступили, а? Показательная порка, нет? Ну, с Юрой, то есть там, конечно, это все ужасно, то, что человек сейчас держит в СИЗО, да, и идет вот этот процессуальный процесс. Это всегда грустно, когда, там, человек, за которым ты следишь, попадает, там, в тюрьму, да, вот, когда это левый человек, обычно... Вот, ну, к сожалению, может мне, у кого-то это все грустно, это честно, да, это мое мнение. Вот, ну, просто Юра просто в свое время, видимо, кому-то дорогу перешел, вот, ну, как я это вижу, вот, и просто кому-то не понравилось что-то, и все это вот так вот превратилось в давнишний вот этот вот стрим, который произошел, да, что ужасная песня, абсолютно согласен, но это не отменяет того факта, что тот же суд не принимает, там, ходатайство о том, что этот стрим с этой песни был еще до, там, определенного закона об экстремизме, и это, ну, не принимают во все эти вещи, просто сейчас все заседания переносят, потом выяснилось, что, там, опера, которые были в квартире у Хованского, который сфотографировал эту несчастную, да, квартиру, заваленную мусором, украли 600 тысяч рублей у его девушки, да, и она вот это все... Почему якобы Артемий? Ну, потому что мы не можем принимать это наше. Мы вообще ничего не можем принимать. Есть факт, что он сидит, и у нас нет никакой уверенности в том, что деньги эти были. Да, просто это как на повестке было, то, что постят те же СМИ, даут комментарии девушки. Тем более, что она сразу не сказала, потому что боялась, а вспомнила через полгода, это вот очень мутная ***. Ну, правда. И плюс, когда никто свечку не держал, это тоже, и всегда вот... Не, ну, прошло только три месяца, на самом деле, не полгода. Ну, я думаю, что по горячим следам приходят, опирают, но это страшновато чуть-чуть. Это вообще не страшно. Не страшно? Нет, они же ее никогда приходят в маски-шоу, кладут тебя на пол, это не страшно. Это обычный... Это такой БДСМ-эксперимент. Это специальное составленное шоу, да. Для того, чтобы подавить твою волю. Во всех странах мира абсолютно одинаково. За это платят деньги, наверное, что какие-то люди. Кому? Ментам. Ну, очевидно. Ну, да. Так во всех странах. Ты думаешь, в Америке по-другому кладут? Ну, да. Ну, да. И еще тебе вот это, коленом на шею. Ну, как вы считаете, Артемий, его притянули, вот, Хованского, за это дело? У меня есть точка зрения, я слышал инсайдера, что это какой-то петербургский чиновник лично на него точит зуб. Причем даже, ну, не федерального масштаба. Ну, никто свечку не держал, понимаешь? Это не важно. Никто не держал. Я вам обсуждаю. Если так, конечно, нужно в жизни, ну, какую-то иметь, соломочку подстылать, да, и мозги иметь. Сто процентов там нашелся какой-нибудь полковничек, который просто увидел безошибочную возможность заработать себе на премию. Потому что вот экстремизм, известный блогер, все, пел, пел, поехали. Это просто чисто, ну, вот, не надо было изначально в это залезать. Перед тем, как перейдем к новостям, я хотел узнать ваше мнение. Вам не кажется, что общество в России стало все более расслоенным? Я даже говорю там не про политику, а то, что появляется какое-то, всплывает какие-то просто совершенно, я не знаю, как их назвать. Странные люди, типа мужского государства. Почему это происходит? Ну, это как раз не расслоение. Это просто сгустки говна, которые образовываются где-то. Или там лев против, такие же тоже. Вот, это настоящие экстремисты. С ними должно бороться, конечно, Следственный комитет и МВД. Сто процентов. Но это не признак расслоения. Почему это сейчас происходит? Или это всегда было? Расслоение происходит в мире во всем. Мы видим, как американцы сходят с ума конкретно. Как они теряют университеты, теряют систему образования. Все с первого канала. Уже три раза сказали, что американцы сходят с ума. Я потому что жил в Америке и каждый день слежу за тем, что там происходит. А также я читаю только на английском. Я на русском очень мало читаю. Поэтому я в любом случае знаю про то, что происходит в Америке. Каждый день столько же, сколько знаю про Россию. Если что. Это не то, что пропагандистский прием, а у них негров линчуют. Да, линчуют. Скажите что-нибудь. Короче, всегда можно. По-моему, это прием чистой воды. Нет. Прием чистой воды это сказать, что нельзя вот это whataboutизм. Типа, вы не понимаете, это другое. Да, я имею право сравнивать все что угодно с чем угодно. И вообще считаю, что без сравнения нет никакого понимания. Поэтому, когда мне либералы запрещают, типа, не надо рассказывать, что у них, идите на хуй. Я рассказываю то, что у них, и я слежу за тем, что у них, чтобы понимать, адекватны мы или нет. И как ваше понимание? Мы адекватны. Все хорошо. У нас там есть своя жесть, у нас есть своя жесть. И вообще, в принципе, большинство, 99% людей живут спокойно, хорошо везде в мире. Все нормально у них. Какие-то люди иногда попадают в замес. Особенно, когда рядом журналисты бегают с фотоаппаратами. Там можно еще поярче себя привить. Что касается, вот когда мне пытаются рассказать, типа, как на Западе вообще свобода, демократия, вот эта вся хуй. Супер пример просто. Вот я прочитал. Было этой весной. Или прошлой весной? Прошлой весной уже было. Какой? Нет, этой весной было. Сейчас в марте. Какой-то чел гонял на Порше. И его полиция остановила. И он, типа, на 50 километров превысил скорость. По австралийским меркам все такие законопослушные. Типа, думали уже там ему пожизненное лишение впаять. И он пошел, перелез через отбойник поссать. А четыре мента, которые стояли около его Порша, их сбил какой-то грузовик, где ехал какой-то гастарбайтер, уставший, который отвлекся. И из четырех ментов отправил на тот свет сразу. Этот выходит. Типа, е**, это мои обидчики лежат. Достает телефон, начинает стримить, что смотрите, справедливость существует. Менты, е**, и вот они получили по заслугам. Кто-то останавливается им, типа, помочь и говорит, иди помоги. Он говорит, а х**, помогать, они мертвы уже. Короче, он ничего не сделал, просто возмутительно себя повел. Что сделал австралийский суд? Позадил его на два года. За возмутительное отношение, да, бесчеловечное. Это нормальный пример? Не знаю, по-моему, с Хабанским все равно жесткая ситуация. Здесь чувак ничего не сделал. Он просто сказал очень возмутительную вещь. А там нашли с десятилетней давности момент, когда он что-то сделал. А там нашли, да, он сделал что-то возмутительно. Хрен пойми, когда на чужом канале что-то сделал, нашли. А, это уже неважно. Это магия. А в чем разница между этими двумя новостями? Ни в чем. Просто я считаю, что справедливость нужна, и общество должно воспитывать страну в целом, и некие правила приличия держать в обществе. Как те же самые чеченцы, они очень хорошо это делают. Чеченцы? Да. Я бы не хотел жить в Чечне, но я не могу не наблюдать, что они классно делают то, что они хотят. А вы боитесь чеченцев? У меня нет причин их бояться. Они прекрасные ребята. Но я не хотел бы жить в Бауле. Я не видел ни на одной обложке вашего ролика, но в основном, по-моему, Кадырова не видел. Тысячу раз. Тысячу раз. Я обсуждал его и все что угодно. И письма ему открытые писал. У меня нет причин его бояться. У него 10 детей, у меня 10 детей. Мы прекрасно понимаем, как устроена жизнь. Потому что когда ты отвечаешь за такое количество других жизней, и когда ты не просто тусуешься и до утра бухаешь. У тебя есть ответственность. Люди, у которых есть ответственность, они себя начинают вести и думать по-другому. Это неизбежно. И вся вот эта либеральная дурь, она просто проветривается, потому что ты понимаешь, что тебе надо накормить их детей. Когда появляется много детей, да? Ну, даже, наверное, когда один появляется, ты тоже должен поумнеть. Я читал когда-то исследование, что пилоты, у которых есть дети, они водят аккуратнее. Вот еще по поводу Америки. Ильф и Петров писали в одноэтажной Америке как раз, что сила штатов в том, что, условно говоря, в Нью-Йорке ты пойдешь в туалет, и он будет белый, чистый, со свежителем воздуха. И где-нибудь в центральной одноэтажной Америке ты пойдешь в туалет, и он будет точно такой же. Это они писали еще сто лет назад. Вот вы согласны, что в этом сила Америки? То, что у нас такого нету. Америка очень-очень однородная страна. Да. Там есть один тип выключателя во всей стране. Один. Вот такой. Пипка торчащая. Там один вид тротуара. У них все тротуары сделаны из бетона заливного во всей стране. Что в Нью-Йорке, что в Сан-Франциско. Ты прямо понимаешь, что ты в Америке. То же самое в Китае, кстати. Тоже очень униформная страна. У них абсолютно все детали. Одинаковые парки по всей стране. Одинаковые парки, заборы, столбики. Страшно же, нет? Да нет, удобно. Когда все одинаковые. Есть стандарты. Не надо думать. Пошел в местный Леруа. Взял, отмотал. Сколько метров тебе что надо. И там просто поставил. Все работает. Никита, было в Америке? Нет, не было. В других странах было. И касаемо вот этого вопроса. То, что про удобство, еще чего-то. Просто у нас огромное разнообразие. И для нас это кажется какой-то дикостью. Что как так можно, чтобы было что-то одно? Нет, я не про разнообразие. Я про то, что в Москве все классно, а в регионах очко. Ну и до них дойдет. Когда-нибудь? Ну, возможно. Но все равно все это развивается. Вон у нас как Москва уже расстроилась. Что где дачи были, это уже Москва. И самое главное, я не вижу ни одной причины оправдываться за то, что в Москве хорошо. В Москве хорошо последние 500 лет. Это главный город в стране. Давайте перейдем к новостям, которые мы подготовили с нашей редакцией и вместе с Никитой. Первая новость. Директор школы порвал ухо восьмикласснику, потому что тот не хотел снимать серьгу. Это произошло в Ивановской области. И парень, которому порвали ухо, написал следующее. Директор завел меня в свой кабинет и разорвал мне ухо до крови, так как там была сережка и я не хотел ее снимать. Регулярно оскорбляет и унижает. Родители разрешают мне носить эту сережку. И она никак не мешает учебному процессу. Такой вот он написал пост ВКонтакте, восьмиклассник. Школьник утверждает, что директор разорвал ему мочко ухо, пытаясь выдернуть серьгу. Директор говорит, что, конечно, он перевирает все, все на самом деле не так. Но почему-то мне в это охотно верится, что такое могло произойти. Да, абсолютно могло. Директор не имеет права проявлять вообще никакую физическую силу к ученику. Просто это не его собачье дело. И сто процентов он, как раньше брали, за ухо. Вот он, видимо, просто чуть-чуть, я так думаю, что на миллиметр надорвал снизу мочку, наверное, что абсолютно не оправдывает директора, но он ему не оторвал ухо. Он Бан Гог из него сделал. Поэтому да, нехорошо, да, чуть-чуть мочку приложит, она заживет, следов никаких в жизни не будет. Директору дать за самоуправление. Там еще в новости было, что писали, что этот директор его называл как ***. Что якобы вот серьги только носят только они. Вот, поэтому вот с ними и, скорее всего, да, вот это вот все пошло. Ну, короче, директор больной *** по любому. Да, и это на самом деле очень такая распространенная проблема в школах, к сожалению, когда учителя начинают заниматься таким самоупрастным, когда ученики якобы перегибают. Да, бывают ученики, конечно, которые, безусловно, там себя очень *** ведут на уроках, когда они там просто как безбашенные и так далее. Но это дети. То есть я сам таким был, я вообще был троечником, и мне вообще насрать было на учебу. И всегда это, ну, была обычно только какая-то словесная полемика со стороны учителей и учеников. Но все равно там в какие паблики не зайдешь, которые постят всякую там, не знаю, жесть, назовем это так, очень много бывает историй, причем именно в России, где учителя непосредственно могут *** ученика там чуть ли не стулом или еще чего. Конечно, это все всегда по закону решается. Это бывает везде. Ну да, я просто именно к самому России. А вон в Канаде этих индейских детей просто в школе хранили сотнями. А какова у вас самая жесткая история школы была? У меня лично? Что-то случалось такое? Я вот могу пока свою вспомнить. У меня однажды учительница в школе, она любила выпить, она такая была чуть-чуть алкоголичка, и у нее был юбилей, и она решила, мы ей подарили какой-то алкоголь, и она решила, не дожидаясь его открыть, напоила весь класс, как бы мы закрыли со внутренней стороны класс, набухались, это причем все было в 8 утра или в 9 утра, это первые два урока были. Мы просто все абсолютно в Драбадан. Это же лучший урок в жизни. Это было просто топово, нам было лет по 12 или 13, ну то есть это типа старший класс, но я не буду называть, чтобы точно не нашли эту учительницу, она замечательная. Школа мечты просто. Вот, и мы просто все в Драбадан, там старшеклассники уже приносили, коньяк, чтобы там разогнаться, и в один момент ее щелкнуло, типа, что же я делаю? Я же просто в окружении сорока бухих несовершеннолетних детей. А у нас школа такого типового формата, что там два спортзала, и она договорилась с физруком, которому тоже налила стопарик, и мы все дружно через задний спортзал толпой там 40 пьяных человек вот ушли. У вас было что-нибудь подобное? Нет, такой вот, к сожалению, не было. Это одна из историй? У меня была училка, которая в классе подошла к ученику, который что-то как-то, ну, неспокойно себя вел, и на голове ему мелом нарисовала крест и сказала, так я буду метить всех сумасшедших. Никита Давидович, твоя очередь. Ну, из таких ярких, которые вот я вспомнил, конечно, безусловно, плохих таких историй, школа для меня, ну, я же ее совсем недавно закончил, получается, в пятнадцатом году или в четырнадцатом, но это золотое время вообще, то есть это мое детство считает. А ты где учился? В какой-то частной школе? Нет, обычной, ну, я не знаю, как у них разделение. Ну, где ты платишь деньги, это частное, где не платишь, это не частное. Не платил. Государственное, да? Да, государственное. Еще треша такого не было никакого? Какого именно? Ну, что-нибудь там, учительница мелом или еще какие-нибудь нарушения? Нет, треш мы устраивали классом всегда, то есть да, мы там и на свайки дали, и сигареты жевательные продавали, то есть очень много историй было. И там я помню во втором классе вообще голышом бегал, типа там по коридору, то есть золотая школа. И, конечно, там все учителя, завуч, они меня все ненавидели, я постоянно был на ковре у директора своего. И вот действительно одна из самых вот таких вот историй. То есть ты постоянно бывал на ковре и ничего не можешь вспомнить? Давай вспомним что-нибудь. Ну, я вот, хорошо вспомнил. Как это работает? Мне нравится. Ну, у креативных людей всегда такое. Урок физкультуры зима, там, и было вот это занятие, когда были вот эти дебильные лыжи, которые заставляли всех покупать, и ты когда их еще тащишь вот так вот наперевес, это все очень тяжело, неприятно в этот мороз. И все, начинается физкультура, мы там все, обмундирование, вот это все. И там по этому полю, где в футбол обычно играют, там, знаете, вот бывают вот эти все рядом со школами. И мы начинаем просто вот это вот ходить, просто по кругу, наяривать один-два, и мне очень сильно приспичило, ну как поссать. Вот, и я помню, я не стал там отпрашиваться у физрука, я как-то отделился от ребят, и я вижу, как они все вот так вот гуськом, там, где-то вот так вот далеко уже, ну где-то на метров, может быть, сто пятьдесят вот так вот от меня. И я думаю, ну, возьму там, отолью где-нибудь около дерева, получается, я снимаю все эти лыжи, подбегаю, а там, ну, получается, все на территории происходило, и я все там начинаю отливать, все идет вот этот пар мочи, то есть мне хорошо, у меня опустошается мой бак, да, все, я прибываю обратно непосредственно, ну, к своему гуську, и тут подходит, ну, ко мне учитель физкультуры Сергей Яковлевич, да, Серега мы его еще называли, и он говорит, ты ленин, типа, давай к директору, а я такой, а за что? Он говорит, кто тебе разрешил, типа, ссать, ну, на территории школы? А я такой говорю, ну, начиная вот это вот, как дети обычно, там, не я, там, я не виноват, а я реально начинаю говорить, что, ***, меня, типа, приспичило, то есть как я могу, там, ну, что, у меня в штаны, что ли, нассать вот эти вот, да, и ходить, чтобы, а если, а мороз сейчас, а когда ты нассал, у тебя жиляшки, когда босаны еще при холоде, тебе еще холоднее становится, а если застужение какое-то бы произошло, то есть об этом никто ничего не думает, и плюс мать мне говорила всегда, что нельзя ни в коем случае, там, ну, вот это вот, удерживать вот эту мочу, потому что это могут быть проблемы потом с возрастом, ну, вот, в итоге меня отвели к директору, вызвали родителей еще при этом, то есть, ***, у них вот время вот это вот было, да, что, ну, я понимаю их тоже, да, когда у тебя ничего такого не происходит, у тебя обычно, там, писанина, либо какие-то звонки, или ты заказываешь какую-то еду в школу, и тут такое событие, конечно, хочется, ну, я, как вижу, с их точки зрения, хочется кого-то отчитать, там, наругать, там, с родителями пообщаться и поржать даже, возможно, ну, и все, и тогда, естественно, ну, история ничем таким не закончилась, просто я там сказал, там, объяснительный написал по типу, что, ну, я хотел ссать, я поссал, да, на территории школы, простите, помилуйте, и все, что меня должны, ну, даже у нас никогда никого не отчисляли, то есть из школы, потом там, ну, много историй было, я помню, как я чуваку рюкзаком по носу ударил, и у него кровища вот так фонтаном пошла, потому что он моего друга что-то там доконал, а этот чувак, он что-то чуть ли не инвалид был, ну, очень странно. А, ударил инвалида. Да, то есть это ужасно, я ни в коем случае, то есть не говорю, что это круто, классно, это просто безумные истории из моего детства. Кто вообще более жесток, вот ученики или учителя, Артемий? Дети, дети? По-разному бывает. Да, все зависит, знаете, как от воспитания и как жизнь сложится. Вот эта новость про парня, которому порвали ухо директора, она важна, давайте поставим ей какие-то оценки. Ну, да, полезная новость. Вот от нуля до десяти, это вот полезно, там, наверное, директора снимут после этой истории. Ну, она полезна, как дидактический пример просто, чтобы, типа, ребята, вообще помните о том, что вы сильнее учеников, взрослые не должны трогать детей. Ваша оценка? Семь. Семь? Тоже по семерочке. Переходим к следующей новости. Стало известно о поддержке движения Black Lives Matter королевой Елизаветой II. Представитель Елизаветы сказал, что королева поддерживает Black Lives Matter. Что вы думаете на этот счет? Есть ли в этом некоторая лицемерие? Что она сама владелица колонии, которая, собственно, всех этих негров всю жизнь припахивала. Я про это и говорю, да, то, что она с 1964 года правит, по сути, и тогда еще у Англии было полным-полно. Нет, с 54-го. По-моему, с 64-го. С 54-го. Уже 70 лет она правит. И, конечно, Англия была колонией, и до сих пор, можно сказать, колония остается. У них есть вот это содружество, и солнце никогда не садится на Британские империи. Не колонией, колонизатором. Колонизатором, да, да. Держателем всех этих колоний. И, конечно, там негров тоже было полно. И, собственно, почему бы сейчас ей не поддержать и не сказать, что да, мы себя плохо вели, мы с вами, ребята. Все такое. Ну, то есть это чисто политическая говноновость, она вообще ни о чем. Это просто какая-то протокольная ***, которую все официальные лица должны время от времени какой-то сигнал издавать. Тебе цепляет это то, что королева Англии за Black Lives Matter топит? То, что это так вот... Ну, вообще, для меня эта новость высосанная максимально из пальца. Единственное, только могу как-то отшутиться, касаемо вот Елизаветы Второй, раз уж она поддерживает вот это движение, то жду тогда видос, как она преклоняет колено перед неграми. Ну, как это обычно у них устроено, когда они белых людей знают. Как вот в этом меме, да, Елизавета сидит на диване и сзади семь негров? Нет. Нет, это из разряда мемов и историй, как в Америке подходили афроамериканцы, и они просто снимали чувака, пригрожали стволом и говорили, ты уважаешь мою жизнь или нет? И люди такие, да, конечно, и вставали, это безумные вещи. Поэтому ждем. А королева, она так долго живет на свете, что еще вот недавно было найдено видео, когда ей там типа три-четыре года, где она еще зиговала. То есть она застала, еще в тридцатые годы она уже этим развлекалась. То есть она за свою жизнь все попробовала. А что по новой этике думаете? Мы вот эту модную тему так не обсудили, я думаю, Артемий, есть что сказать. Вот у меня этим летом случилось такое широкое понимание этого вопроса, потому что, с одной стороны, Афганистан, ты видишь весь этот трешак, там люди падают с самолета, беженцы, у них куча оружия, которое им оставили американцы. С другой стороны, вот эти вот вопросы ЛГБТ, высказываний и всего прочего, как будто настоящая проблема вот там, где Афганистан, а не там, где новая этика. Так вопрос в чем? Так ли это на самом деле? Важнее ли Афганистан новой этики? Да. Мы видим, что одновременно вот кому супчик жидковат, кому жемчуг мелковат. Кто-то переживает из-за того, что кого-то где-то кто-то недоуважил или прапрадед был рабовладельцем, а тут мы видим, как люди просто живут в 15 веке. Ты как к новой этике относишься, Никит? Круто, что все развивается. Я всегда за то, что есть какие-то новые течения, новые движения, потому что за этим порой смешно наблюдать, интересно обсуждать. Круто, что нет каких-то вот этих стандартов, из-за которых это входит в какую-то повседневность, и потом ты вот так вот сидишь, типа что… Ну такая стандартность, такое, мне кажется, у нас наоборот есть. Вот Артемен же не удивляется никаким политическим новостям, по-моему. Может, он такой человек. Но он сказал, что он конформист, правильно? Я конформист. Вот. И новая этика там. Есть ли в этом навязанность какой-то несуществующей проблемы? Сто процентов. То есть… Как любой активизм. Активисты – это всегда как мал клоп да вонючий. Это кто-то, у кого мало сил, но очень громкий голос, который может занять эфир собой. А в России это навязанная вот проблема? То есть, мне кажется, у нас этого вообще ничего не происходит, потому что переживают на Западе. Ну, все модное с Запада тащат сюда, и это тоже притащили. Просто, к сожалению… Оно не работает вот так, как оно работает там, на Западе. Нам не понять. То есть, у нас можно даже сравнить вообще по распространению, тоже где границы менталитетов проходят, как Запад послушно носит маски. Просто… Ну, там правда их послушно носят. Даже в Дубае послушно носят. Потому что, на самом деле, там и есть главное… Есть закон, есть суд. Тоталитарное государство – это там. А, тоталитарное государство. Сразу. Слово «тоталитарное» означает «всеобщее». То есть, это как бы на всех влияет. Вы передергиваете, мне кажется, понятие. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это и есть тоталитаризм. Он и добывает гроши. Тоталитаризм – это когда, там, президент, условно говоря, правит как царь. Это тоталитаризм. А когда все носят маски – это ответственность. Это и есть тоталитаризм. То есть, ношение масок – тоталитаризм. Когда все носят маски, конечно. Когда даже те люди, которые не хотят, их все равно носят. Когда у тебя люди делают замечания друг другу. У нас народ сразу, типа, все нервные, тревожные надели маски. Все остальные поносили два дня, да? И сняли. И все. И одна маска у меня с прошлого марта лежит в кармане. Вот я, когда очень надо, на охране надеваю. И тут же снимаю. Ну, и так делают все. Что тут? Ну, ладно. Нам тоже ВОЗ сказал – носите маски. И все забили, да? ВОЗ, не ВОЗ – неважно. У нас тут своя свобода. Короче, а когда нам приносят новую этику, там они, типа, в университетах все это преподают, пропагандируют, рассказывают. Нам даже эту проблему нельзя понять. У нас не было рабовладельческого строя. У нас не было рабов. У нас были крепостные. Сейчас вот давайте, выйдут какие-то пролетарии и скажут, что, ах, вы баре, нами владели, и сейчас что-то начнут требовать. Их история к нам не приклеивается. У нас негров нет в стране. Нам вообще на эту проблему. Если негр идет по улице, его никто не трогает. Все смотрят на него, ну, как нормального человека обычно. Никакой реакции нет. Никто им в зуб не дает. Ничего. Мужское государство же хочет их там всех изничтожить. Всегда будут какие-то фрики больные. Просто появляется как один трендсеттер, который задает вот эту марку. И все-таки, а, да, как будто пролил свет вот так вот. Снял пелену с глаз. Типа, подняли нам веки. Наконец-то мы это видим. Какие же мы были идиоты. А в итоге все это просто... То, что все теперь там, условно говоря, на Западе следят за своей речью, извиняются, не высказываются там... Это было абсолютно всегда в истории человечества. Окей, как мы оценим эту новость про Елизавету Вторую? Единица, да. Единица, единица. Два балла получает Елизавета Вторая. Я думаю, ей совершенно не обидно. Еб***ь. Это точно. Она даже не знает, что она это сказала. Следующая новость у нас касается такого низшего интернета. Вы за ним следите, вот, Артемий, про трэш-стримеров, про хазбика. Смотрите какие-нибудь видосы вот про то, что популярно вот у самых широких масс? В сетях попадается с уловом иногда. Но специально не слежу, конечно. То есть история, что на своем канале таксист Вадим Иванов, такой блогер, который делает контент про то, как работать таксистом, какие бывают клиенты, выложил ролик, где персонаж Мурат, которого обсуждают сейчас абсолютно везде, кинул его на деньги за поездку. По-моему, там 400 рублей, да, Никит, не помнишь? Да, да, да. 400 рублей. Мелочь. И теперь этот персонаж, который в состоянии алкогольного или, я не знаю, наркотического опьянения, кинул таксиста, стал народным героем. Про него снимают тиктоки, он дико форсится. Там за несколько месяцев это видео с регистратора набрало почти 10 миллионов просмотров. Что думаете на этот счет? Недавно этот Мурат дал интервью популярному блогеру Томаеву. Вот почему такие темы отзываются у нашего народа, вообще у людей так широко? Не почему, это просто случайность какой-то новости, так бывает. Как мемы иногда, какой-то котик залетит, а 100 других котиков не залетят. Никит, что ты думаешь? Ну, если там кто-то посмотрит на досуге данный ролик, где вот как раз таки этот таксист и вот этот персонаж Мурат, то этот Мурат очень необычно себя ведет, очень вызывающе, выкрикивает очень много таких перлов в адрес таксиста. И в целом там вот это начинает и прочее. И народ просто, ну, нашел в этом очень много чего такого юморного, с чего можно поржать. И начинают просто вот вырезать его как на гринскрине, вставлять в различные ситуации. Потому что, ну, действительно, они там взяли, что, а вот прикиньте, если бы такой пассажир попался там, например, на Титанике. И они взяли, вставили это в видос, что там вместо главного героя вот этот Мурат, типа, есть. Просто, и, во-первых, это всегда было и есть, и будет, да. То, что сегодня такой персонаж появился, через месяц, через два другой дебил появится. То есть он просто попал в мемы, да? Ну да, то есть этот видос вообще, он в июне вышел, а расфорсили его только в августе. И единственное только что, за что грустно, и раз уж мы тут обсуждаем, да, и свои точки зрения рассказываем. Грустно, что народ, он все равно как бы... Проблема-то в чем? Что чувак кинул таксиста на бабки, и это проблема, на самом деле... Нехороший поступок, по сути. Да, назовем так, нехороший поступок. И, по сути, у таксистов это реально такая большая проблема в их экосистеме, в которой они пребывают, что... Вспомните вот эти ситуации с Uber, да, когда там аккаунты и вот эти Telegram-каналы могли тебе оформить поездку, и в итоге ты такой садишься в бизнес-класс. Он довозит тебя, а ему деньги никакие не приходят. Либо там, наоборот, у человека, который едет пассажир, у него слетает, и он должен наличными оплатить. И он начинает там говорить, ой, а я вам сейчас покажу этот скриншот, что я вам отправил, а там вот этот Telegram-бот начинает эту всю штуку делать. То есть, своего рода мошенничество. И здесь, получается, все такие хи-хи, ха-ха, а проблема-то одна, и в итоге вот этого Мурада зовут на интервью, общаются с ним. Я думаю, причем за деньги, по-моему, его этот Томаев поставил. Ну да, потому что... Он заплатил еще бабок. Да, и причем... 400 рублей. Нет, я думаю, побольше. Что там очень символично, что они оба ***, да, и ***, потому что тот Томаев, он вообще рекламирует те же пирамиды, да, но при этом он делает этот контент. Вспомним вот эти ситуации Хазбик и Абдуросик там и прочее. Вы смотрели это видео, Артемий? Нет. Хазбик и Абдуросик. Ну, короче... Не все успевают. Один, я не помню, кавкадец, он или дагестанец, собрал тоже двух карликов кавказцев и дагестанцев, чтобы они подрались. Предлагал каждому там по 5-10 миллионов, но в итоге там один сказал, что мне Аллах запрещает, второй говорит, ну ладно. На этом вся история пока и закончилась. Ну, тут в чем вопрос, в том, что человек, получается, сделал, ну, это не знаю, 400 рублей это тоже преступление. Чуваку вот этому Мураду делают просто жизнь. И эта ситуация, ну, как я вижу, повторяется, как... Диана Шурыгина. С Шурыгиной, да, все то же самое, как тогда она пришла, ее изнасиловали, чувака посудили. Нет, но ее хотя бы изнасиловали, понимаешь? А тут чувак... А *** даже, получается, *** сам кинул. То есть, если бы таксист стал пиариться, он был бы как Шурыгина. Понимаешь? Нет. То есть Шурыгина же типа пострадала, ее же изнасиловали. Это немного не те понятия, потому что тут изнасилование, а здесь мошенничество, понимаешь? Ага. Здесь немного другие вещи. И здесь, понимаешь, герои делают... Если над Шурыгиной угорали, да, и тоже там делали мемы, но сейчас зайди в ее инстаграм, у нее там под два ляма подписчиков, она *** живет, зарабатывает, и вообще на все *** на сиськи сделала. Нашла себе хахаля молодого, который делает эти терминалы типа. И здесь будет все то же самое, что сейчас взяли интервью, дальше позовут его на какой-нибудь бой по типу ММА или еще какой-нибудь херни, да, потому что... Ну вот он такой вот герой мемов типа. Он просто заработает бабки и будет жить шикарно. То есть чуваку сделали жизнь. А таксист, которого по сути ***, то есть да, ему дали вот эти там 10 лямов просмотров, неизвестно есть у него там... Да даже если он заработает с этих роликов, что дальше? Чуваку просто поставили в неловкую ситуацию, он просто работал, никому не мешал, к нему сел *** с другими, прошу прощения за оскорбление, с другими чуваками. В итоге там вышло все так, что как бы денег нема, ну да, снял ролик, да, получил контент. Но про это все забудут через месяц. А у этого чувака, если им кто-то займется действительно какой-нибудь интересный там продюсер, какой-нибудь там Аслан, то все пойдет вперед. Да нет, все забудут через месяц навсегда. Ну, время покажет. Давайте поставим эту новость оценку. Насколько это вот важно подметить, что вот такие люди, которые там совершают такие мелкие преступления, мелкие даже, да, могут стать героями, лидерами мнений и там условно говоря... Но она просто резонансная на данный момент и просто пока эту историю мало кто обсуждает с той стороны, что вот он типа человек и его действительно его восхваляют, что вот он такой красавчик. Он дал интервью и все такие, а, ну ладно, уже все забили то, что он обманул кого-то. Просто вот есть такой вот Мурат. Не знаю, я восьмерку поставлю. Восьмерку, Артемий? Тройку, потому что здесь новости нет никакой, а то, что он взлетел в мемы, это просто случайность. И это виновата не новость в этом. Это виноваты люди, которые... Ну, сложились обстоятельства, сама новость ни о чем. Спасибо большое, друзья, это все новости на сегодня. Ну, в конце я хотел спросить у вас, Артемий, вот как долго оставаться популярным в интернете? Вы популярны уже на... Что делать? Что делать? Вот такое количество времени. Тренды приходят, уходят, вас все равно смотрят. Что делать? Что делать кому? Вообще людям, вот кто хочет так же? Кто хочет так же? Кто хочет как вы? Надо накидывать говно на вентилятор или может быть секрет какой-то есть? Ну, есть секретное говно и секретные вентиляторы, конечно. Надо следить за трендами в области вентилятора строения и в области говна, потому что они каждый год разные. И мне туда прислали, что в школе вы говорили, что вы стеснялись, не могли сходить в школьный туалет и так перебороли стеснительность. Правда? Не очень понятен вывод. Я в школе, я горжусь тем, что я ни разу за всю историю своего обучения в средней школе не сходил по-большому в туалет. Потому что у меня дом всегда был рядом, и я бегал домой срать. Потому что просто унизительная вот эта школьная кабинка с незакрывающейся дверью, где ты должен... А вот в Америке была бы другая кабинка. В Америке, кстати, гораздо хуже сортиры, потому что там всегда еще пол открыт. Везде, причем во всей стране, поскольку, опять же, мы обсуждали, Америка одинаковая, во всей Америке абсолютно одинаковые сортиры. И в Старбаксе, и в офисе Фейсбука, и на вокзале абсолютно одинаковые. И там всегда вот так снизу вот столько, чтобы больше смогла тряпкой протереть. Там стены не доходят до пола, поэтому ты видишь и слышишь и нюхаешь все, что происходит в соседних кабинках. Я иначе воспитан, я считаю, что надо срать, это личное дело каждого человека без свидетелей. Никита, а ты что скажешь молодым ребятам, кто на тебя смотрит, как сегодня развить свой YouTube-канал? Потому что Артемий там уже миллион лет на YouTube. Ну, на YouTube сейчас сложно уже начинать. В смысле, я всего три года на YouTube? Три года, да. Ну, то есть я с 12-го или там с 9-го года... Ну, у вас, я имею в виду то, что бренд был, вы туда пришли уже как Артемий Лебедев, не с нуля. Ну, касаемо то, что развивать сначала с YouTube, это полная хуйня. То есть сколько проектов я сейчас не брал, там не работал. То есть это очень сложно, даже таргет AdWords не помогает. То есть пускай все снимают TikTok, потому что действительно эта платформа помогает начинающим ребятам вообще показать, проявить себя, поучить эти минуты славы. А если кому-то это дальше нужно как развитие, придумывайте рубрики, разрабатывайте, развивайте себя в первую очередь. Не тратьте время на какую-то парашу, на обсуждение чужого успеха, делайте себя. Вот и все, и кайфуйте. Резюмируя, если так уж говорить серьезно про то, как добиться или поддерживать успех, нужно просто делать интересное. На самом деле люди всегда реагируют на интересное. Если ты будешь унылым говном, то, соответственно, не удивляйся, что у тебя мало подписчиков. Если ты сделал интерес, всегда можно пробить все фильтры, залететь из самой распоследней деревни, из последней задницы. Можно придумать такую интересную новость, просто собрать несколько слов подряд, которые будут обладать. А у слов есть энергия. Если слова правильно сложить, они просто улетают в космос. И тут никакие факторы не влияют, ни внешность, ничего не это. Просто твоя голова и то, к чему ты прикасаешься. То, что ты придумаешь, вообще ты создаешь, ты должен лепить вот эту глину. Ну и желательно, чтобы ты мог сделать это больше, чем один раз. Да. Спасибо большое, друзья. Это был Респиратор Бабушкина. Спасибо большое, Артемий, что пришли. Спасибо. Никита, было очень приятно. Спасибо. Самая важная новость этого выпуска про восьмиклассника, которому порвал ухо директора совершенно несправедливо. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok